Скотократство не перестает быть проблемой в современном обществе, несмотря на активные меры по борьбе с ним. Специалисты говорят, что зачастую из-за халатности самих владельцев скота происходит случай краж. Поэтому, чтобы остановить печальную тенденцию, каждый фермер прежде всего должен начать с себя. О том, как защитить животных и доказать впоследствии их принадлежность хозяину, рассказали эксперты. Представители правоохранительных органов ведут активную работу по борьбе со скотократством. Но все еще в регионе продолжают действовать злоумышленники. Некоторые из них даже работают в составе преступных групп. Так, по информации полицейских, в этом году было выявлено 4 таких группы, которые занимались хищением домашнего скота. Было задержано 22 человека, 6 раводворены в следственный изолятор. Отметим, что закон в отношении скотокрадов был ужесточен. В настоящее время в Уголовный кодекс введена отдельная статья, санкция которой предусматривает до 12 лет лишения свободы. Регламентируется статьей 188 прим. 1 Уголовного кодекса Республики Астан скотократства. Также по данной статье исключено примирение сторон. Бесспорно злоумышленники представляют большую угрозу для владельцев хозяйств, занимающихся разведением скота. Однако фермерам не стоит забывать и о том, что они должны предпринять, чтобы их питомцы имели собственный паспорт. То есть были зарегистрированы в единой базе, чтобы в случае кражи их принадлежность хозяину смогли доказать. Всем жителям мы рекомендуем в первую очередь организовывать централизованный выпас скота, не допускать бесхозного нахождения вашего скота на неохраняемой территории. То есть заниматься в первую очередь централизованным выпасом, либо использовать какие-то меры современной цифровизации. Это так называемые GPS-датчики, трекеры, которые позволяют отслеживать местонахождение вашего скота. Организованный выпас, бдительное отношение к своим животным, чипирование, – простейшие меры по организации безопасности скота. Кроме того, с помощью электронных чипов потерявшиеся животные можно отследить по сигналу. Именно для этого проводят маркировку скота.